Добрый день! Приветствуем вас из студии телеканала Универ ТВ Казанского Федерального Университета. Сегодня довольно необычный телемост. Дело в том, что здесь, в Казани, в телестудии находятся, конечно же, студенты будущие телевизионщики, а на том конце нашего телемоста, будущие журналисты, блогеры из столицы Таджикистана, город Душамбе. Находятся они в русском доме в Душамбе, это представительство Россотрудничества. И сегодня мы хотим поговорить о том, что такое медиасфера с точки зрения молодежи, тех самых людей, которые строят наше будущее уже сейчас своими постами, сами порой того не замечают. Я с удовольствием хочу для начала обозначить, что здесь, в студии студенты, еще раз в Казани аплодируем. Спасибо. Душамбе, приветствуем вас. Аплодисменты из Душамбе. Спасибо большое. Здесь в студии у нас находится декан Высшей школы журналистической медиакоммуникации Леонид Григорьевич Толчинский, собственно, будет спикером, ведущим с этой стороны. Слово передаю сейчас Ивану Сергеевичу Иванову, руководителю представительства Россотрудничества в Таджикистане, который будет ведущим как раз-таки на другом конце нашего телемоста. Иван Сергеевич, вам слово для приветствия. Добрый вечер. У нас здесь Домбе. Добрый день. Добрый день. Добро пожаловать в представительство Россотрудничества в Таджикистане, Русский дом в Таджикистане. Вы видите наш зал представительства, который больше занимается в Таджикистане в Таджикистане в Таджикистане. Нас с вами находить гораздо больше, чем нам казалось. У меня отец журналист международный, я сам руководитель в Таджикистане в Таджикистане в Таджикистане в Таджикистане в Таджикистане. И у нас была такая, знаете, мечта, как говорил в своем время известный политик, у меня есть мечта. Собственно, здесь у нас тоже была такая задумка реализовать проект мини-школы. Мини-школы для молодых ребят, причем не только школьников, но и студентов, и молодых специалистов. И в итоге, знаете, этот проект реализовался как раз здесь, в Русском доме, в Таджикистане. Назывался он «Школа молодого журналиста». Вот уже мы сейчас можем наблюдать за нашим столом. Здесь, ребята, есть выпускники и первого набора, а в Субборусском доме уже три. И ведущий и автором этого проекта выступил у нас как раз Александр Майден Абулина, который один раз случайно заехал в Душангарь, и так случилось, что ей здесь понравилось. В итоге она у нас осталась и теперь является нашим преследовательом, но не забывая свою альбоматор и связи с замечательным городом Казанью и с научным прообществом там. Поэтому мы очень рады сегодня в таком формате живого общения помочь нашим замечательным выпускникам и ребятам, которые занимаются в нашей цели «Молотого журналиста» и «Блогер», которые я в этом добавляю. А по сути, это все является в современном мире, в современном мире, в современных мире, какими-то разными, к имеющему примеру. Бесполезно просто получить экономическое название в участии. Хотя, конечно, обязательно это нужно. Это фундамент и база, из которого ничего не может быть откровено сверху. Но, как всегда, когда приходишь к возле любого инфраструктурного выведения, на практику или на работу профессионала, первое, что тебе всегда говорят, «Помни, все, чему вы приучили, знаете, что это». Сейчас мы тебе покажем, какая жизнь на самом деле. Вот мы здесь собираемся в области того, чтобы помимо того, чтобы наши замечательные институции давали кондоментальное образование, то, что давали, за которым было построено все остальное, мы даем в ту самую практику, приглашаем людей, специалистов, причем из разных городов и регионов России, других стран, которые рассказывают, например, другим примером, как сейчас работают современные институции, какие правила, что еще, скажем так, знания такие уже были отмечены в то же время, потому что все четко изменяется. Современный мир не текет такого замедлений, фокус современной аудитории крайне короткий. Если раньше люди готовы были читать, или смотреть новые видео, или тексты, то сейчас по некоторым условиям буквально люди заголовками мысль в лучшем случае и поймать в эту группу с мощными взаимодействовать, сделать что-то интересное, как сейчас это можно говорить, контент, хотя по-новому закону мне так говорить уже, что-то не льда. Значит, и сделать вот это вот интересное наполнение, это то, от чего, собственно, выделяют профессию. Чтобы быть всегда на волне, чтобы быть всегда, чтобы быть всегда, постоянным современным доказательством моды, журналисты и вообще не единственным. Поэтому огромное спасибо, что у нас есть такая возможность пообщаться. Я думаю, по ходу к лесу мы будем, наверное, вырваться с твоими какими-то комментариями и давать, скажем так, ход к темам, которые мы хотели бы сегодняшнее наше событие затронуть. Но прошу и передать слово замечательным коллегам, партнерам в Казани. Леонид Григорьевич, кстати, я как-то так, как бы эстетически сейчас мы работаем. И дай бог, это все получит реальное догонение над совместным проектом здесь, для специалистов в Главной Республике. Опять же, как мы молодец, так и для текущих, соответственно, профессионалов, чтобы Россия показала все свои возможности и все свои инструменты, которые были заработаны в ходе нашей истории. Прошу, вам слово. Спасибо большое. Спасибо большое. Я со своей стороны тоже рад приветствовать вас. Прежде всего, несколько слов. Мы приветствуем вас из этого зала. Это один из наших телевизионных павильонов. Называется «Шоурум». Он как раз обеспечивает многофункциональность при наших трансляциях, при наших подключениях. С кем мы только отсюда не подключались. Со всеми, фактически, и столицами, и городами, и с космической, международной космической станцией, с МКС. И очень приятно, что вот в ряду теперь наших друзей, с теми, с кем мы взаимодействуем через телемосты, отсюда, из этого павильона, будет, я надеюсь, постоянным нашим партнером и другом, и постоянным центром наших подключений и взаимных бесед Душамбе, «Русский дом Душамбе». Спасибо вам, что живо откликнулись тоже на вот общее желание. Общее желание, конечно, но все-таки это нужно было найти и время, и как-то вот соорганизоваться. Спасибо, что вы это сделали. Значит, Высшая школа журналистской медико-коммуникации Казанского университета, она вот всегда наполнена какими-то активностями. Вот даже сейчас, сегодняшний день, так, несколько штрихов одного дня, чтобы мне не уходить в историю далеко, вот здесь, сейчас мы с вами общаемся. Параллельно идет большой всероссийский форум Russian PRV, где присутствует огромное количество гостей, которые занимаются пиарой, рекламной деятельностью в Российской Федерации и за рубежом. Параллельно сегодня идет день студенческой науки и аудитории там, ну, первые половины дня были полностью забиты всевозможными секциями и конференциями. Параллельно пишутся на телеканале Универ ТВ программы и с участием студентов, и о студентах, и о науке. То есть, здесь все время, вот то, о чем вы как раз сейчас говорили, в медиа очень важно практическое погружение. То есть, нужны все время практики, нужно все время взаимодействовать с практиками, нужно все время находиться на стрии тем. Почему это важно даже тем, кто не может быть так случиться, что не все станут журналистами, телевизионщиками, пиарщиками из тех, кто сидит не только вот в вашем зале, в Душанбе, но и даже те, кто сегодня здесь учится. Может быть, какая-то жизнь на линиях выведет на другие направления деятельности. Это все замечательно, но медиа не дадут вырваться никому из нас из своего плена, потому что вся наша жизнь полностью окружена медиа-ресурсами. Мы без них не можем жить, без них существовать. Мы одной минуты прожить без них не можем. И в этом мире не потеряться, в этом мире состояться, в этом мире не стать жертвой, в этом мире желательно быть одним из лучших. А медиа-технологии сегодня позволяют каждому из нас так или иначе создавать контент, участвовать в формировании этого глобального медиа-пространства. Это вот то, что нужно по-любому знать, и то, что нужно, чем нужно по-любому владеть, и что тебе заметно облегчит жизнь. Кем бы ты ни стал, медищиком или медиком, телевизионщиком или физиком, который создает какие-то великие, в том числе и визуальные решения, айтишником. В этом смысле вы очень правильно сделали, я хочу сказать, две вещи. Первое, что сформировали, создали школу молодого журналиста, то есть создаете базу тех ребят, которые впоследствии в этой жизни точно не потеряются и состоятся. А второе, это то, что очень успешно. Лисанна Ильинова у нас переманили, потому что это большая, конечно, удача. Мы вам в этом смысле очень завидуем. И надеемся, что все лучшие практики и компетенции, которые, ну, в том числе и здесь, вот Лисанна Ильинова постигала и создавала, в том числе формировала, они в равной степени сегодня будут в полном объеме вам доступны. И очень надеемся, что очень успешные и эффективные будут медиашколы, которые год за годом, как вы уже говорите, открываются на базе русского дома Душанбе. Я думаю, что самым лучшим вариантом будет, если мы сессию вопросов-ответов откроем, потому что мы можем много говорить, мы же много чего знаем, много про что хочется сказать, но самое главное ведь, что хочет узнать кто? Журналист. Вот я в этой связи, да, если вы позволите, Леонид Григорьевич, так, ребят в зале, скажите мне, пожалуйста, вы уже поняли, что Душанбе – это столица Таджикистана, мы об этом неоднократно говорили. Что-то еще вы знаете об этом городе? Нет, не знаете. Вот там сидят молодые, такие же, как вы, ребята. Что бы вы, например, могли, у них есть шанс, напрямую глядя в глаза, на том конце так сразу напряглись, улыбаемся. Что бы вы, например, могли спросить у своих ровесников Душанбе, если даже касательно, я не знаю, там работы в медиа, интересов. Они здесь как журналисты. Они живые. Так. Вопросы. Будущие телевизионщики. Давайте не стесняемся. Все, вижу девушку. Молодец. Значит так, главное правило, не бывает глупых вопросов, но бывают вопросы от невнимательности. Всем привет. Всем привет. Привет. В общем, я тоже перед тем, как поступать на телевидение, проходила школу юного журналиста у себя дома. Ой, это Томская область, маленький город. Тоже было очень интересно. Мы с ребятами писали статьи. У нас был даже свой журналистский фестиваль. И мне бы хотелось очень узнать у вас, чего вы нового узнали. Может быть, у вас какие-то... как вы именно применяете свои знания на практике. Возможно, вы тоже пишете статьи. И много ли вообще единомышленников среди вас? Много ли людей ходят в ваш клуб? Не хотят выделить наши секреты. Отвечайте, пожалуйста, друзья. Всем привет. Меня зовут Марта. Я буду представить... Больше, чтобы... Мне... У нас... Мне смогли... И я не могу сказать о деятельности нашего нашего... Наши школы, молодого журналистов. Мы не только писали посты, нас учили и тело реактиву, нас учили и снимать видео, нас учили писать и записывать тендапы. То есть, благодаря именно этой школе перед нами открылся такой большой спектр возможностей. И сейчас я участвую в различных проектах в России. Я очень благодаря вам за такую возможность прочитать... АПЛОДИСМЕНТЫ ДУШАМБЭ думают, не подводите меня в вопросы. Эй, я вернусь послезавтра. Вот. У нас есть еще вопрос в студии. Пожалуйста. Отличается ли контент, который есть в республике Таджикистан, от российского контента? Спасибо. Речь о социальных сетях, о трендах, ребята. Давайте, кто у нас там? Сафсан руку тянет. Пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Таджикистан. Я сегодня буду знакомиться. Наш контент, по сути, мы оба красного центра с агрессивны, чтобы был этот контент, вот когда хозяина-считанная сетя и азина, где. Именно то, что мы, в школе молодого знали, то его уделили на основу, что на них чуть-чуть. То есть, мы приходим сюда, не знаем ничего, а потом и начинаем узнавать, что все, 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 не знали себе, и проект, который мы делаем, это, по сути, очень мало чем отчитается, ну, сейчас мы будем в госпитах, например, в какой-то госпит, там первое место, это ремонт вашего слова. И именно в этом проекте я участвовала, и в данной агрессивности, в которой я буду все людей, с половинами даже. То есть, в основном, какой у нас такой. Пока что. Надеюсь, это будет лучше. На самом деле, поясню. Ребят, сразу, Душанбе, подскажите мне, вот, например, тренды, которые связаны с национальными моментами, таджикские какие-то вот интересные шутки, таджикские какие-то, прости господи, приколы, какие-то вот какие-то такие вот осовремененные истории, культура Таджикистана. Да, вот Маша хочет сказать про культуру Таджикистана, дайте Маше сказать. То есть, это же есть, это целые тренды. Вообще, у нас есть много таких таджикских трендов, как с национальными санэминах. Это невозможные тренды, пиджабы, я не знаю, и, например, скажу одну традицию, в Дагестане, когда ты приходишь в гости, тебе наливают, я улучшаю, но наливают его прям очень мало-мало. Если тебе прям очень, я не знаю, на столе, на столе, помало, что не надо на две капельки, то это настолько тебя уважают, это показать уважение. То есть, чем меньше тебе дают тяга, тем больше тебя уважают, тем больше тебя любят, и вот ты прям любимый гость. И это очень интересная традиция в принципе. Также традиция встречать много курутова, курутова – это национальная бурта Таджикистана. В принципе, достаточно много интересных трендов, и таких вот традиция, наверное, даже. Передай микрофон дальше, там еще кто-то хочет присоединиться. Они интересные даже с точки зрения ознакомления с культурой, которую мы с вами слабо знаем и представляем. Так же, как и культура российская, так же, как культура башкирская, татарская. Они все уникальны, а вот за счет вас, молодых, мы имеем возможность проникновения и знакомства с этими интересными историями. Так, кто там следующий хотел высказать свою позицию? Пожалуйста, Сафсан. Хотел бы рассказать, все же знают с сахар веки. Апликулируем девушке. Можно ее не чувствовать. Слово назови, не понятно. С сахар веки. С сахар веки. как сказать, как женщина веков. Так вот, у нас есть вот ее песня просто приводят на рыбу веки. Он хочет веки. И вот эти веки веки должны попасть в нашей стране. Веки буквально казалось, в каждом шагу можно веки. Вот, что касаемо саджического концерта и веки. Веки веки. Как седина и веки на пол а веки. Веки веки. Вот. Амаля. 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 И веки. Амаля. Веки. Амаля. Амаля. Так, Душамбе, теперь ваша очередь задавать вопросы. Коротко обо всем. Кто готов ответить? Молодые ребята, пожалуйста. Спасибо большое за вопрос. Молодой журналист на данный момент должен обладать, мне кажется, абсолютно всеми навыками, которые, в принципе, можно получить отовсюду. Он должен уметь коммуницировать с людьми в первую очередь, чтобы получить нужную ему информацию и при этом преподнести себя человеку хорошо. Он должен уметь обрабатывать эту информацию, как-то с ней взаимодействовать, преобразовывать ее, правильно подавать эту информацию зрителю. Также уметь правильно вести себя в кадре, держаться, общаться с людьми, там, допустим, пользоваться аппаратурой. Это все тоже лежит в какой-то степени на плечах журналиста и очень-очень-очень многое другое. Это как современный блогер, который, чтобы просто вещать на аудиторию, должен при этом быть и оператором, и монтажером, и режиссером, и актером, и всем на свете. Вот, мне кажется, журналисты – это почти то же самое. Единственное, я, если позвольте, одну только добавку сделаю. Вот не молодой журналист, а вообще журналист. Как только вот те навыки, про которые сейчас говорила коллега, да, как только что-то из необходимых компетенций у тебя обвалилось, да, исчезло из твоей профессиональной, что называется, да, составления, все, ты перестаешь быть журналистом. Это профессия, которая никак не связана с возрастом. Ты все время должен быть стопроцентно вооружен вот теми навыками, про которые вы вам сейчас говорили, про которые вы спросили. Ни в коем случае, тем более конкуренция какая на нашем рынке большая, такая острая, жесткая конкуренция, и ты все время должен быть на острие, в том числе профессиональным. Молодой ты или такой старенький, там, как я, это уже не важно, да, должен все время быть на чеку. Я хотела бы добавить, абсолютно полностью согласна с Региной, но вот в нынешней ситуации обязательно нужно учиться объективности, передавать факты объективно, помнить о принципе «не верь, не бойся, не проси», о котором нам говорит Леонид Григорьевич часто, быть вовлеченным в процесс и увлеченным, любознательным для того, чтобы добыть информацию и сообщить ее людям. Спасибо. Спасибо. Так, Иван Сергеевич хочет что-то сказать, вижу. Слушайте, вот такой вот момент, для меня всегда был это очень важно, мы об этом говорили, наверное, на каких-то наших беседах, наверное, я не знаю, я часто говорю, на вырухе наших школьных журналистов, я знаю, что, у меня отец журналист, я часто его спрашивал, как в современном мире на это реагируют, что оказать на эту тему думают, рационалы и молодые ребята. Сейчас, как я уже в своем выступлении сказал, время быстрых таких темпов, то есть в итоге темп, все быстрое, скорости возросли, то, как принято говорить в мэме, некогда объяснять, и многие люди жертвуют активностью, вводят в коробку. Вот журналистка кодика, коробок, обглубленный, но не открасно. Что на эту тему думают преподаватели, и что на эту тему думают, как ее присутоковить, как приведать, потому что они походят в мэме, в конкурентную среду, где нужно как можно скорее дать какие-то жареные мобороны, прежде чем ее дать какую-то тему. Или какой-нибудь там, я не знаю, что получит это больше денег. Деньги, деньги, деньги. Что у вас есть? Деньги, деньги, деньги? Или именно стоимость через объективность, этика? Спасибо. Я правильно понимаю, что если перепразировать, это из той серии, что вы выбираете, хайп и деньги? Или все-таки какую-то задержку, подача информации, но объективно? Хорошо, видимо, правильно. Итак, запрос был и преподавателям, и студентам. Давайте, товарищи коллеги, студенты, мы с вами сейчас возьмем паузу и посмотрим, что скажут преподаватели. Экзамен наоборот. А потом уже я знаю, вижу руки, кто хочет сказать. Не забудь. Так, кто, коллеги, преподаватели готовы сказать? Нет, Лилия Равильевна, давайте вы. Здравствуйте, коллеги, отрадно видеть всех. Хайп и деньги? Или что объективная информация, но попозже? Но задержка по времени. А можно все это вместе? Зачем вы нас загоняете в такие узкие рамки? Давайте делать быстро, профессионально, качественно и получать за это хорошие деньги. Лилия Равильевна сейчас на самом деле нам дала, знаете, такой идеальный рецепт просто какой-то такой идеального мира. Но давайте откровенно пока, ну, до него далеко. Слово молодым. Я, конечно, полностью согласна с тем, что в идеальном мире должно быть все очень-очень быстро, объективно, но пока, к сожалению, наверное, это очень сложно добиться. Но я все-таки за то, чтобы, например, сначала подать какую-то совсем-совсем маленькую проверенную информацию, а уже чуть позже выдать полноценный материал, который будет с проверенными фактами полностью достоверным, чем как-то обманывать или тот же хайп устраивать вокруг, а потом говорить, ой, а мы не проверили, а оказывается по-другому. Или там, когда спустя время выходит разоблачение, что кому-то за что-то заплатили. Если так будет продолжаться, что такие ситуации будут случаться, мне кажется, журналистика просто перестанет быть объективной, перестанет существовать. Поэтому нужно все-таки стараться быть объективными, но и оперативными. А вы знаете, почему все держатся за слово хайп и за само понятие? Кто-нибудь из вас вот конкретно в этом зале, в этом шоуруме испытывал вот только что что-то, стали свидетелем, я не знаю, свидетелем какого-то необычного там явления, еще что-то. Быстро первыми выложили, и вот это сердцебиение, такое волнение. Вижу глаза, знакомые чувства сейчас описывают, да? И ты чувствуешь себя на подъеме, потому что что? Ты первый, а тебе все говорят. Знакомая история? Бывало? Бывало. Вот. И это, конечно, такой хороший прилив адреналина, но здесь надо голову, конечно, холодную, такой трезвую держать. Знаете, что хочется сказать? Вот вообще вы вопрос-то задали очень... Вот когда мы говорим, есть вызовы перед медиа, перед журналистикой, в том числе, в 21 веке, это вот один из самых главных вызовов, одна из самых главных проблем. Потому что огромное количество медианосителей, медиапроизводителей, каждому хочется быть первым, каждому хочется словить то, что называется хайп, каждому хочется быть в шоколаде, ну, то есть при деньгах, да, о чем мы говорили, но при этом у журналистов... Вот все-таки почему профессионал, он должен нести ответственность за то, что он вещает на свою аудиторию? Он не имеет права, в отличие от того же блогера, ее дезинформировать. Поэтому, к сожалению, детекторов фейков пока не созданы. Тут искусственный интеллект, наверное, будет стараться как-то помогать этот процесс ускорить, но человечество, столкнувшись с этим, сегодня все-таки, наверное, должно прийти, и мы видим, что медленно, тихо, с болью в сердце, но к этому приходит, что в ущерб скорости надо все-таки делать ставку на достоверность. Но единственное, что могу сказать, еще раз так, через дефиску, понятно, что это серьезный вызов современной медиа, раз, и второе, все-таки с большим трудом, в муках, в смене бизнес-модели, но мировая и наша, в том числе, журналистика, медиа приходят к пандемию того, что пусть в ущерб скорости, но надо делать ставку на факт, на вот ту самую ответственность и этику, про которую вы говорили в своем вопросе, и вот это и есть профессионализм, это и отличает нас от блогеров. Вопрос же был поставлен, там блогерство, журналистика, в чем общая, в чем разница, вот, так что, ну вопрос такой, прям, знаете, он на бесконечное количество семинаров, встреч, дискуссий, прям такой очень острый. Если вы меня услышали, то хорошо, помажите рукой, если не услышали, то я повторять больше уже. Судя по тому, как всем взгрустнулось, они задумались, да, все слышали. Так, вопросы в зале, Душамбе, есть вопросы? Так, давайте Алексею дадите слово, Алексею, молодой человек у нас наконец-то. Всем привет, меня зовут Настя. Хотела бы задать вам вопрос, как, простите, какие ваши ожидания, возможно, по поводу учебы, на студенте, вообще на субстанте, оправдались, а какие, наоборот, не оправдались? Вопрос. Первый семестр прошел, и что у вас, оправдались ваши ожидания от учебы? Кто ответит? А теперь, внимание, замерли, затаили дыхание преподаватели. Сейчас мы услышим правду. Ну, на мой взгляд, оправдания ожидались, может быть, даже стало... Ожидания оправдались, вот так вот. Потому что, например, КФУ дает очень много возможностей именно в нашей сфере журналистики и телевидения. То, что у нас есть свой телеканал, мы уже, несмотря на то, что первый курс, прошли практику на этом телеканале, мы выпускали сюжеты, снимали, сами монтировали, писали тексты, записывали закадровый голос. То есть у нас уже есть какой-то свой небольшой опыт. Также для меня это было неожиданностью, что КФУ дает очень много возможностей, в плане развития вне учебы, какой-то другой деятельности. Это и культмаст, ты можешь петь, танцевать, играть на пианино, на баянии, на чем угодно. Ты можешь записаться в спорт и играть в футбол, баскетбол, шашки, шахматы, дженго. И очень-очень-очень много всего. И поэтому, на мой взгляд, все оправдалось. Я полностью поддерживаю Анастасию и к этому всему добавляю то, что совершенно все эти культмассовые какие-то мероприятия, которые проходят во внеурочное, в урочное время, это все снимаемо, это все находится под объективом наших камер, наших фотоаппаратов. Поэтому мы можем практиковаться буквально в любой момент и в любой точке университета, потому что всегда происходит что-то интересное. То есть элементарно у нас сейчас буквально напротив зданий проходит спартакиада, и мы только что оттуда прибежали, потому что там фотографировали. Или снимали что-то, снимали какие-то сюжеты, тот же самый Универ ТВ и так далее. То есть тут просто море возможностей для практики. Ты не сидишь на месте, ты берешь камеру, неважно телефона, не телефона, и бежишь это все снимать и освещать. И это безумно круто. Это все очень поощряется и всегда помогают тебе. Спасибо. Так, я считаю... Автоматом просто практику поставьте, пожалуйста, нашу данным студентам. Так, у нас сейчас там Алексей. Ну дайте девушке Алексею микрофон. Ну уже. Пожалуйста, Леша. Уехала в Казань, и оттуда командуется. Привет. Я Алексей. Да, Андреян. Как всем вам. Так, извините. Какие могут быть те люди, или это Мерси, которые на литике поступившего на эту жизнь написали, и каким он был у вас в больших случаях? Леша, повтори, пожалуйста, начало пропало. Просто коротко вопрос. Так, меня слышно? Коротко вопрос. Так, какие могут быть первые дни, или же Мерси, или же Мерси, или же Мерси, какие вопросы пишут, и каким он был у вас в больших случаях? Мы услышали только какие случаи, Леша. Что ты имеешь в виду неслышно? Ну, допустим, я хочу сделать на Мерси, но у меня рецепта в современении очень много, а в последнее время это какие-то. Типа, если он поможет, он здесь здесь один, там, что делать, и это такое. Поэтому, вот, очень интересно, узнать, каким был у вас и какими документами с журналистиками. Все. Замира, посмотри, пожалуйста, на телефон. Каким был у вас и какими документами с журналистиками. секундочку. Каким был первый день? Профессии, Леша, каким был первый день? Где? Журналистике. Журналистике. Давайте я переформулирую немножечко, да? У вас уже были какие-то первые задания. У вас уже, разумеется, кто может похвастаться самым необычным первым заданием? Ну, хорошо, пусть это будет второй, но необычное. нет такого. Хорошо. Кто помнит свое первое интервью? Такого нет. Без разницы, но не тут. Да, самое первое интервью. Скажи мне, что у тебя в этот момент ощущала вообще? очень сильно. Здравствуйте, меня зовут Лилия, спасибо за вопрос. Самое первое интервью мое, оно было, когда мне было 12 лет. Я, когда жила в Уфе, я проходила практику на своем телеканале, именно уфимском. И там меня отправили брать интервью у известного актера из «Любовь и голуби». Какой у меня был страх просто представить было не... Ну, невозможно это представить, потому что настолько сильно дрожать руки и коленки, мне кажется, вообще не могут. И самое интересное, что, когда я брала интервью, я очень сильно поднесла микрофон, к лицу так вообще нельзя делать, то есть казалось, что еще чуть-чуть и он нечаянно его как бы загвотит. Вот. Просто хочется сказать, что это был очень большой опыт, потому что после этого казалось, что все не так страшно. Вот. Спасибо. Так, у нас есть еще одно мнение по поводу первого. Что ты, Леша, уши закрываешь? Я кричу. Так, я вам скажу свое первое, пока вот у нас кто руку тянул. Сейчас, секундочку, с вашего позволения. Своё первое интервью я не помню абсолютно, потому что у меня в ушах стучало от страха, колени дрожали, я все время искала опору. А интервью было с клоуном, и я поняла, что клоуны на самом деле самые грустные люди на свете. Мне хотелось под конец интервью нам обняться и обоим заплакать. У меня от разочарования, а у него от жалости ко мне. Сейчас, секундочку, передай микрофон. Я расскажу, наверное, не про свое самое первое интервью, а про одно из самых интересных заданий на данный момент за свой первый семестр. Нужно было отснять сюжет, и я нашла в Казани, в библиотеке проходил театральная постановка, в общем, была очень интересная, на которую я безумно хотела попасть и снять сюжет именно про нее. Но когда я опомнилась, билеты туда раскупили, и туда просто было невозможно попасть. Ну, никак. Но я понимала то, что сюжет снимать как-то нужно, как-то туда попадать нужно, окон там нет, забраться, пролезть некуда. Поэтому я написала им и притворилась, грубо говоря, фотографом, чтобы под видом фотографа пробраться к ним без билета и отснять там тайком еще дополнительный сюжет для домашнего задания. Собственно, все получилось, было очень классно, только я выполняла двойную работу и фотографировала, и снимала сюжет, но это того стоило. Кстати, очень крутой вариант, пользуйтесь, можно бесплатно, с фотоаппаратом пройти вообще куда угодно, если умеете договариваться. Вот лайфхаки пошли. Так, пожалуйста. Мое первое серьезное интервью я брала у знаменитых артистов Республики Татарстан, это Алексей Зильбер и Павел Густав нам задали домашнее задание, это заснять сюжет, и я так сильно нервничала, я понимала, что это такое первое мое практическое задание, мне нельзя никак ошибаться, но все зависит от характера человека. Я понимаю, что если я буду себя накручивать, если я буду заранее придумывать текст, если я буду его зубрить, то будет только хуже. И тут все зависит тоже от мимики. Я улыбалась, я общалась, пыталась как-то показать свою эмпатию к артистам, и тем самым у меня все равно все получилось. Но я, конечно же, переживала, у меня был страх, микрофон дрожал, но все мы через это проходим. Конечно, есть какие-то неудачи, какие-то подъемы, и переживать не нужно ставить на себе крест, а стремиться только к лучшему. Спасибо. Так, Душанбе, есть вопросы еще? Казань, есть вопросы? Душанбе? Да, Сафсан вижу, давай. Хотелось бы узнать, у Плова на комплектующих покупок как-то, как вы сказали, и хотелось бы узнать, не думать ли у вас учеба, и не жалею о том, что поступили именно на этот мобильтет, не было бы у вас взрыва раны какого-либо. Слушайте, несколько человек руки подняли, я даже опять не знаю, ну, затаите опять спецсоставцы. Я отвечу быстро и кратко, дело не может выматывать, если оно нравится. Вот так вот, спасибо. Так, кто следующее, кто хотел ответить? Когда я училась в школе, я тщательно выбирала направление, куда я хочу поступать, я опиралась на свой характер, активное, общительное, так, что мне подходит, понимала, тележурналистика, я люблю общаться с людьми, мне нравится смотреть, улыбаться, и когда я поступила в КФУ, я знала, что тут нужно активничать, работать, стараться, добиваться своих целей, понимала, что без критики тоже никак не обойтись, ее нужно как-то учиться воспринимать, обрабатывать, и я вообще не жалею. Я сталкивалась со всеми моментами, где мне нужно было стараться, слушать критику, также, где меня хвалили, и я это люблю, я люблю заниматься этим делом, и я никак не жалею. Спасибо. Спасибо большое. Так, Бушамбе, есть вопросы еще? Можно выначить один такой вопрос? Корреспондента, сегодня завоевывается Афсан, молодец, меня шоколадка, чак-чак, точнее, из Казани. У меня была одна девочка, а я ее потеряла, ее муху, ее, по-моему, звали Дина, и хотела вместе с этим находиться, но ее конверт, по-моему. Она тебя интересует? Да. Я хочу сказать, что у меня есть лобка, да, мне нужно было много. Да, да, она спрашивает по поводу украшения на твоем лице. Я более деликатно. Очень красиво. Более деликатно, я выражусь, скажи, пожалуйста, что у тебя на лице? Макияж, это только макияж. Я знаю, что красиво, вот, я знаю, что мне нравится. Мы хотим так же. Да. Что, что мы вас не слышим? Я хотела дать комплимент, что очень красиво. Спасибо огромное, и очень приятно. Пошли все. Лайки пошли, обнимашки, целовашки. Так, кто вопрос задает? Поехали. Привет, я поздравляю. У меня такой вопрос. Как отреагировали родители на выбор профессии? Что именно в вашем обете? Родители отреагировали на выбор профессии будущей? Так, ну понятно, что тут сейчас кто руки поднял, это наверняка, типа, молодец, ты будешь звездой телевидения. А у кого против были? Давайте так пойдем. Хорошо. Тут что-то у кого против больше. Секундочку. Блиц, ответы сейчас пойдут. Мои родители хотели, чтобы я стал программистом. И какой-то день я прихожу к отцу и говорю о том, что я хочу пойти на журналистику. Он меня не понял и сказал, что я дурак. Спасибо. Пока сейчас другой ответ будет. Так, я просто хочу сказать, Маш, Манюня, посмотри на нас. Вот. Родители Маши не хотят, чтобы она была актрисой. Родители Маши не хотят, чтобы она была журналистом. Но Маша, хочет быть и журналистом, и артистом. Так, пожалуйста. Мои родители были против и журналистики, и искусства, и актерского мастерства. Пап хотел, чтобы я была летчиком. Мама хотела, чтобы я пошла на юриста. Но сколько? Три года я им доказывала, что я могу пойти в журналистику, что я могу быть журналистом. и у меня в итоге получилось. Я с ними договорилась. Спасибо! Всего лишь три года, Маш! У меня семья медиков, и такая история, что все хотели, соответственно, чтобы я тоже была врачом. Однако, я начала заниматься блогингом достаточно рано, лет 12, и так получилось, что они просто смирились. А какая у них может быть реакция, если это не им этим заниматься? Зачем нам нужна их реакция? Правильно? Вот так вот. Ну, слушайте, Таджикистан, кстати, это несколько иная все-таки страна, там родители решают. Там, кстати, к отцам, родителям обращаются на «вы». Ребята, правда ведь к отцам на «вы» обращаются? Да, вон, видите? Поэтому там родители как скажут. Ну, ты молодец, дерзкая. Так, кто следует? Мой папа хотел, чтобы я работала экономистом в банке. С седьмого класса была такая установка, что я иду куда-нибудь в банк работать. Но потом я сказала, что я могу работать на телевидении и ходить освещать спортивные события. И поскольку он любит спорт, он согласился и ждет меня где-нибудь на спортивных мероприятиях. И будет прикол, да, если пойдешь к культурным обозревателям? Хотели что-то сказать? Нет, у вас все нормально, все согласны. Так, бегу быстренько. Мне самой стало интересно, как же вы переубеждали своих родителей? Мы уже интересные профессии экономисты, юристы и все остальное. Пожалуйста. У меня было только два выбора. Это либо хирург, либо юрист. Такие самые востребованные, наверное, профессии. И какие родители, такие дети, наверное, да? Я тоже упертая, у меня тоже такой тяжелый характер местами. Вот я здесь. Так, кто еще хотел ответить? Да. Мне с детства говорили, что у меня либо два выбора, либо пойти работать с врачом, либо нефтяником. Вот, но после того, как 16 лет моя мама разобрала мою натальную карту, она сказала, ну все, Илья, иди в творчество. Подсовывайте мамам натальной карты. Так, кто еще хотел добавить? У кого была непростая история преодоления родительского сопротивления? Нет такого. Хорошо. Так, Казань, что-нибудь хотите у Душамбе спросить? Нет, все так смотрят. Душамбе, указания, хотите что-нибудь спросить? Да, хотим. Немного удача. Сейчас хотела бы дать второй вопрос. Ребята, вы уже много работали у вас довольно много разобраться. Ребята, вы все самые напоминающиеся события в вашей практике. Например, вы сами с кем-то приведете в два класса. Я так давно хотела представить этого человека в другом. Такой он был слегкий в тот момент. Видите, вы сами подскажете и просто в самой этой работе. Смотрите, значит, краткость сестра таланта. Предложение, вопрос составляем из пяти слов, чтобы четко каждые слова отдельно, чтобы вы все слышали. Какой самый запоминающийся момент был в вашей практике? Самый любимый. Молодец, спасибо. Я тоже чет-чет подарила, но ты его и так можешь. У меня самый запоминающийся момент, когда на третий день практики я пошла снимать казанскую модель ООН в качестве корреспондента и когда я зашла у нас есть в главном здании императорский зал и я туда захожу и там сидят различные консулы ООН, кто-то из посольства, представители разных стран и я почувствовала себя можно даже сказать каким-то важным человеком, который это все осветит на публику и мне был такой необычный опыт с такими важными людьми работать Спасибо большое Так, еще есть поделиться чем так, пожалуйста На самом деле сложный вопрос потому что я не могу выбрать конкретно одну ситуацию которая мне запомнилась единственное что мне прям легло это сама энергетика сам коллектив и это общение то есть я понимала что я не одна это моя самая первая практика и в любой момент я могу попросить помощи и меня никто не осудит никак не цокнет на меня а наоборот помогут мне не было страшно ошибиться потому что я знала что рядом со мной есть друзья мои коллеги помощники и наверное на четвертый день мы уже стали общаться со всеми легко в таких дружеских отношениях и когда мне легко работа идет намного лучше спасибо спасибо так секундочку сейчас я до вас дойду хотелось рассказать про то как мы однажды приехали снимать на место событий а там нет никаких событий так что всегда бывает так как надо и приходится каким-то образом выкручиваться главное при этом когда нет событий сами старайтесь их не создавать вернее как вы можете позитивные а вот в этих рамках кто подним поднимал руку пожалуйста однажды мы проводили прямые трансляции спортивных мероприятий и нам нужно было записывать их под запись и для этого у нас есть маленькие карточки в камерах и в общем нужно было после предыдущего события эти карточки очистить и как-то в суете я вставляю эту карточку в компьютер и нажимаю кнопку отформатировать вместо того чтобы отформатировать эту карточку я отформатировал весь жесткий диск отдел это было замечательное приключение о том как я потом это восстанавливал поэтому будьте аккуратны с данными редакции вот у меня не знаю как у вас у меня в этот момент просто биться сердце перестало то есть вы не просто так все-таки программисты хотели значит все-таки смогли восстановить да ну слава богу это самое ужасное еще раз здравствуйте в общем не помню на какой день практики это было по-моему на третий меня отправили вместе с оператором брать интервью у консул Узбекистана немножко от этого слова немножко страшно так как ну в общем мы пришли мы его ждали он немножко опоздал я стою немножко так мне немножко страшно было но в итоге он смотрит на меня и настолько вот добрый человек настолько у него добрые глаза и там было о чем рассказывали это о празднике Навруз и он начал рассказывать о том как готовил плов какие он любит кушание в Казани потом мы когда уже началась сама конференция он показывал видео как они готовят плов с какими-то известными людьми в общем хочу сказать не бойтесь и все будет классно спасибо спасибо в этот момент знаете я прошу прощения но вот прямо на волне захотелось вот так вот сейчас взмахну левой рукой аудитория одно блюдо скажет правой рукой Душамбе другое слово оно было подсказка для Душамбе слово прозвучало только что и вы прям на это блюдо и вы сразу возбудились тоже здесь громко радостно весело слово из двух слогов громко чак-чак Душамбе слово из двух слогов на букву п а из одного но три четыре плов вот прямо у нас с вами это кулинарный батл так есть еще какие-то вопросы мы с вами уже час работаем мне кажется Манюнь хочешь завершающий вопрос задать давайте начали с Машей завершаем а не завершаем Душамбе секундочку пока микрофон несут вот у нас тут вопрос есть Душамбе привет солома сказан ребят расскажите пожалуйста какие российские телепередачи вы смотрите возможно вы о них слышали там ТНТ может быть СТС смотрите это мы тут насмеялись повтори импровизация если кто услышал было раньше на ТНТ просто любимая передача а никто смотрел кто еще передачи кто еще какие передачи смотрит вы смотрите одни и те же программы да вот так вот вроде 4000 километров Алексей удиви нас спасибо большое так завершающий вопрос видимо Душамбе Маша ну и кто-то не стал программистом кто-то разбил мечты родителей аэроспруденции где-то не случился врач или еще более страшные жертвы есть а кстати есть две да две жертвы у нас сейчас говорят здесь большая половина зала учится на коммерции вот это самая большая жертва и еще один ответ сон и здоровье я бы сказала так сон и здоровье так ну что Амаля я помню авиацию Амалия должна была пойти в авиацию ее родители туда хотели там видеть так ну что Леонид Григорьевич что мы можем сказать вот этим симпатичным красивым ребятам которых обожаю в Душамбе предельно кратко да просто спасибо вам большое за искренность вот самое прекрасное что может быть в нашей профессии и что мы можем вообще подарить людям нашим читателям зрителям пользователям да это искренность это хорошую качественную коммуникацию простите за такое умное слово да вот вы нам сегодня это подарили спасибо вам за это спасибо большое аудитории здесь в шоуруме ребята на самом деле профессию вы выбираете очень веселую задорную очень порой местами опасную которая будет как эмоциональные качели предупреждаю сразу от плюса к минусу это будет это нормально раз вы здесь люди творческие для вас именно в творчество оно вот через это через эти муки смятения порой оно и рождается эти все великие проекты и так далее ребята в душамбе скоро увидимся у вас перед вами вы абитуриенты перед вами открыты все дороги российские вузы как мы знаем это качественное образование сегодня вы пообщались с ребятами из Казани из Казанского федерального университета которые представляют множество регионов России правильно они все приехали сюда из разных регионов так что я желаю вам удачи в поступлении в вузы России которые у вас впереди экзамены будут и до встречи и всем нам конечно а ну да и вот это вот спасибо большое это на самом деле было самое сейчас запечатлево так делаем так всем спасибо всем пока спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»